Опоздать, значит убедиться, что тебя ждут. Именно тебя и никого другого. Знать, что ты незаменима. Высшее богатство, отсутствие жадности. Постоянство и упорство в своем намерении – вещи такие замечательные, что и упорная лень внушает уважение. Ленивые – всегда собираются что-то сделать. Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит, она ничтожна и надо ее отбросить. Лучшая опора в несчастье не разум, а мужество. Чашечка кофе после обеда, и наше самоуважение возрастает, точно также достаточно порою небольшой шутки, чтобы сбить большую спесь. Я думаю, что самый большой вызов обществу – иметь свой стиль и достоинство, не имея денег. Все в нем говорит, прикоснись ко мне, лизни меня, люби меня, но тут он притворяется, что на нем монашеская ряса. Как-то я обняла его на прощание, и он оказался таким хрупким, что чуть не рассыпался у меня в руках. Никто не должен судить о том, что я сделал со своей жизнью, если только они не были на моем месте каждый ужасный день и каждую бессонную ночь. Начните с человека в зеркале, начните с себя, не смотрите на все остальные вещи, начните с вас. Что происходит с отложенной мечтой? Сохнет, как изюм на солнце. Однажды приняв решение, я больше никогда об этом не думал. Суть стратегии в том, чтобы выбрать, чего не делать. Стратегическое мышление редко возникает спонтанно. Без цели, аналитика бесполезна и бесполезна. Наконец, стратегия должна иметь преемственность, его нельзя постоянно изобретать заново. Я преподаю в медицинской школе, школе общественного здравоохранения, школе государственного управления имени Кеннеди и школе бизнеса. И это лучший окунь. Потому что большая часть моей работы пересекает границы. Многие дети в приемных семьях испытывают массу эмоций, от которых трудно избавиться. Важно дать им понять, что они могут изменить ситуацию в сообществе. В конце концов, люди не будут помнить, что вы сказали или сделали, они будут помнить, что вы заставили их чувствовать. Личная жизнь. Займитесь этим. Отдай все, что у тебя есть. Любите его страстно. Потому что жизнь действительно многократно возвращает то, что вы в нее вложили. Мудрая женщина не хочет быть никому врагом. Мудрая женщина отказывается быть чьей-либо жертвой. Завтра, одно из самых опасных слов на свете. Парализует волю похлеще иного заклинания, склоняет к бездействию, взородыше уничтожает планы и идеи. Самые правдивые мысли те, о которых ты никому не расскажешь. Величайшей ошибкой движения была попытка организовать спящих людей вокруг конкретных целей. Сначала нужно разбудить людей, а потом уже действовать. Читайте абсолютно все, что попадется вам в руки, потому что вы никогда не будете знать, откуда вы возьмете идею. В ревматизм и в настоящую любовь не верят до первого приступа. Больше всего мы благодарны за благодарность. Если что-то тебе не по силам, то не решай, что оно невозможно для человека. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему, то считай, что оно доступно и тебе. После ночи раздумий, просто необходимо совершить пару-тройку глупостей, просто для того, чтобы не возомнить себя великим мыслителем. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею? Настоящее – вот все, чего можно лишиться, так как только им и обладаешь. Время стирает не все, отдельные мгновения навсегда застревают в памяти, и никто вам не скажет, от чего именно эти, а не другие. Она ушла на цыпочках сердца. Я только тень в твоей жизни, а ты в моей нечто большее, и мне от этого больно. Когда мне было 17, мой отец был таким глупым, что я не хотел появляться с ним на публике. Когда мне было 24 года, я был поражен тем, как многому научился этот старик, всего за 7 лет. Беспокойство похоже на выплату долга, которого вы не должны. Чем больше я узнаю о людях, тем больше мне нравится моя собака. Когда кто-то показывает вам, кто он такой, поверьте ему с первого раза. Люди знают себя намного лучше, чем вы. Вот почему важно перестать ожидать, что они будут кем-то другим, а не тем, кто они есть на самом деле. У нас лучшее правительство, которое можно купить за деньги. Болезни мысли губительнее и встречаются чаще, чем болезни тела. Глупо рвать на себе волосы от горя, как будто горе уменьшится, если ваша голова станет лысой. Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели. Мне повезло, что моя работа дает мне мотивацию быть в хорошей форме, насколько это возможно. Я попал в профессию, которая требует физической и умственной подготовки, поэтому ко всему, что я делаю, я готовлюсь как спортсмен. Я живу мечтой, чувак. Мы обращаем внимание на каждую демографическую группу в каждой стране, поэтому мы сосредоточимся на создании вещей, которые понравятся подросткам. Для составления правильного суждения о каком-нибудь лице часто достаточно бывает выворотить наизнанку репутацию, созданную ему в свете. В мире, наполненном ненавистью, мы все еще должны осмелиться надеяться. В мире, наполненном гневом, мы все равно должны осмелиться утешить. В мире, наполненном отчаянием, мы все еще должны осмелиться мечтать. И в мире, наполненном недоверием, мы все же должны осмелиться верить. Куда бы вы ни пошли, в каждой стране или на каждом континенте, люди жаждут и жаждут только одного – любить и быть любимыми. Любовь преодолевает международные границы и исцеляет раны ненависти, расизма, предрассудков, фанатизма и невежества. Это высшая истина в основе всего творения. Оставим красивых женщин людям без воображения. С европейскими державами не возникло никаких новых проблемных вопросов. А те, которые обсуждались, хотя и не были прекращены, не представляют более неблагоприятного аспекта для будущего сохранения того доброго понимания, которое мы всегда стремились культивировать. Если не можешь летать, беги, если не можешь бежать, иди, если не можешь ходить, то ползи, но что бы ты ни делал, ты должен продолжать двигаться вперед. Вам не нужно видеть всю лестницу, просто сделайте первый шаг. Вера делает первый шаг, даже если не видишь всей лестницы. Я решил придерживаться любви. Ненависть, слишком тяжелое бремя. Нет ничего на свете опаснее искреннего невежества и сознательной глупости. Я знаю наверняка лишь одно, если бы люди сильнее любили друг друга, наша жизнь стала бы значительно лучше. Если бы каждый подметал свое крылечко, во всем мире было бы чисто. Я рассчитываю только на хорошее в людях. Я сам не без греха, и потому я не считаю себя вправе заострять внимание на ошибках других. В вопросах совести закон большинства не действует. Я всегда повторял и буду повторять, что обманщик в конечном счете обманывает самого себя. Не красота всякой женщины, золото, а ум и молчание. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая цитата вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.